Муза Рукоделия К этому образу мне кажется он не подойдет, поэтому я вновь снимаю весь аутфит и будем создавать новый. Для этого образа я расплетаю паричок косички из клубничного образа. Волосы получились немножечко волнистые, поэтому сейчас мы с вами их выровняем. У меня нет утюжка, поэтому я буду выравнивать волосы щипцами для волос. Отделяю небольшую прядку, беру щипцы и веду вниз. Первая прядка готова, продолжаю выравнивать все волосы. И вот такой получился паричок. Сейчас я надену его на куколку. В этом парике она мне сейчас напоминает жену Дракулы и Мартишу из семейки Адамс. С волосами разобрались, теперь будем шить костюм. Для удобства я сниму парик и ушки. Как вы знаете, ушки у нас съемные, поэтому, пожалуйста, не спрашивайте у меня в начале видео, где уши. Макетным способом снимаем выкройку платья. Для этого мне понадобится пищевая пленка. Небольшим отрезом обматываем тело куклы. Маленькими кусочками малярного скотча облепливаем пленку. Ручкой нужно начертить линии. Сначала определяем верх платья. Потом переходим под руки. Боковые швы. Длину платья. Это у нас будет подъюбник. И посерединке чертим симметричную линию с двух сторон. Маникюрными ножницами разрезаю платье посередине. Снимаю выкройку. И вырезаю все лишнее. Сразу определяем переднюю часть и заднюю. Это нам больше не понадобится. Беру новый лист бумаги. Складываю его пополам. На сгиб укладываю передней частью свою выкройку. И обвожу с помощью ручки. Основную деталь я выделила голубым цветом. К ней мы добавляем небольшое расстояние со всех сторон. Верхняя часть на подворот верхоплатья. На подворот низоплатья. И на застежку. При помощи окна переводим симметрично эту же деталь. И получается вот такая выкройка. Если у вас такая же кукла, как у меня, Пинки Куперту, эту выкройку вы можете взять на моем сайте. Кликайте по подсказочке в правом верхнем углу. Переходите на мой сайт и переводите себе по клеточкам всю деталь. Вырезаем выкройку. Основную часть платья я буду шить из оранжевой ткани. Она эластичная, хорошо тянется в разные стороны и переливается. Укладываю выкройку на изнаночную сторону и обвожу с помощью ручки. Теперь снова берем детальку. И вот таким образом срезаем верхнюю часть. Ее также нужно обвести. Вырезаем обе детали. На лицевую сторону основной детали поверху изнаночной стороной пришиваем маленькую. Перекидываем вставку на другую сторону и по краю еще раз прошиваем. Верх платья готов. Подворачиваем низ. Осталось подвернуть боковые стороны. Нижняя и основная часть платья готова. Прикладываем ее к куколке. И теперь нужно взять тоненькую ленточку для бретелек. Я беру зеленого цвета, как листья у тыквы. Обпалить обязательно нужно край, чтобы он не осыпался. Прикладываю к платью и веду на заднюю часть. Вот приблизительно две такие бретельки нужно вырезать и оба края обпалить. Бретели я буду приклеивать. Прозрачный клей момент кристалл. Наношу немного на бумагу. Для того, чтобы бретельки были расположены правильно, переворачиваю платье на изнаночную сторону. Укладываю на куклу. Равняю сзади спинку. Беру деревянную шпажку. И вот таким образом наношу клей. Прикладываю ленточку изнаночной стороной, так как мы вывернули платье. Сначала один раз, потом второй. Теперь платье можно снять с куклы. И приклеиваем вторую часть недалеко от застежки. Вот так. Основная часть платья полностью готова. Теперь будем его декорировать. Для этого я возьму мягкий фатин оранжевого цвета. Здесь у меня ровно один метр. Выглядит он вот так. Мелкая сеточка. Тянется только в одну сторону. В длину не тянется. Здесь по ширине у меня 17 см. Я купила такой отрез. И думаю, что вполне его будет достаточно. По всей длине складываю фатин пополам. И сверху еще раз. Там, где у нас сгиб, это будет низ. Сейчас нужно прошить широкой строчкой. Я буду шить на машинке. Четверкой. А потом будем все это стягивать. Сверху машинка у меня заправлена золотой нитью. А в челноке нитка белая. И за белую ниточку начинаем постепенно стягивать. Как вы поняли, ширина строчки 4 мм. Самая крупная на швейной машинке. И поэтому хорошо идет. Наша ниточка все хорошо стягивается. Стягиваю нитку с двух сторон по ширине платья. И для того, чтобы прикинуть, куда лучше пришить нашу кайму, я накидываю платьице на куклу. И смотрю. Учитывая, что вверху у меня будет принт в виде рожицы джека, то пришью где-то на расстоянии 1,5 см от края. И нижняя часть платья будет служить мне в качестве подъюбника. Пришиваю вручную нитками в тон. Оставляю небольшой хвостик, чтобы хорошо потом закрылась задняя часть платья. Спереди шов у нас маленький. В основном шов идет на вторую сторону. Черной акриловой краской рисую рожицу джека фонаря. Отправляем платье на сушку, а тем временем сделаем головной убор. Мне понадобится контейнер от киндер сюрприза. Точнее, его верхняя часть. Отрезаю ножницами ее. В середине есть две полосочки. Срезаем по первую. Сразу сверху делаем отверстие. Беру ту же ткань, из которой шила платье. Укладываю сверху детальку и обвожу круг на большом расстоянии. Вырезаю его. Наношу горячий клей рядом с отверстием, совсем немного, с двух сторон. И укладываю серединкой кружок. Клей застыл. Переворачиваем. Наносим клей вовнутрь. И натягиваем ткань. Продолжаем заворачивать. Получилась тканевая шапочка, похожая на верхушку тыквы. И сейчас мы ее, соответственно, задекорируем. Мне понадобится фоамиран. Я беру 2-х миллиметровый, коричневый и зеленый. Зеленый фоамиран начинаю разравнивать пальчиками. От теплоты моих рук фоамиран деформировался, стал более тоненьким. И сейчас из него я вырежу листочки. Нарисую их деревянной шпажкой. Листочки у тыквы округлые. Сразу рисуем внутри прожилки и вырезаем маникюрными ножничками. У меня будет 2 листочка. На коричневом фоамиране рисую верхний стебель. Он широкий. И также вырезаю. Листочки я буду закреплять на обвязывальную проволоку. Отрежу 2 небольших кусочка. На край наношу клей. И прикладываю листик. Также поступаю со вторым стебельком. И немножечко сгибаю проволоку. Как вы знаете, у тыквы есть закрученные стебельки. Я беру обвязывальную проволоку и обматываю ее вокруг деревянной шпажки. Такой величины намотки будет достаточно. Снимаю и немножечко растягиваю. Срезаю лишнее. И вот этим кончиком приклеиваю корешочку. Вот так. А сам корешочек приклеиваю в центр шапочки. Осталось приклеить листочки. И второй. Наверное, я все-таки немножечко еще срежу. Вот так. Тем временем высохла краска. Пришиваем липучку. Я надела платье, хвостик, паричок. И сейчас будем фиксировать шляпку. Как вы помните, внутри мы сделали отверстие. Я беру булавочку с наконечником. И проталкиваю шляпку в голову куклы. Так как голова резиновая, булавочка хорошо входит и держит шляпку. Я думаю, что для этого образа отлично подойдут высокие черные сапожки. И вот такая у меня получилась кошечка-тыковка. Я очень довольна результатом. Мне все нравится. Надеюсь, что вам тоже. Если да, не забывайте ставить лайки. Мне будет очень приятно. А на сегодня пришло время прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал. С вами была Муза Рукоделия. До новых встреч. Всем пока.